Мои желания или навязанные? Часто меня спрашивают об этом. На самом деле, все желания так или иначе у нас наши, потому что они все-таки в нашем мозгу находятся, и все они навязанные, потому что мы существуем в культуре, и, соответственно, нам культуры этой предлагаются. Важно понимать, что если это желание по-настоящему ваше, то в этом случае вы совершаете шаги для того, чтобы это желание реализовалось. Если у вас просто есть такая красивая мечта, чтобы что-то случилось, и вы при этом ничего в этом направлении не делаете, то, скорее всего, желание комфорта и благополучия для вас важнее, чем желание вот это, которое вам кажется важным и к которому вы так и не приступаете. Все думают, что им нужно чувство силы воли. На самом деле, нужна не сила воли, нужно понимание, что тебе нужно. Как только понимание возникнет настоящее, вы почувствуете, что у вас есть ресурс для этого. А если у вас нет такого понимания, то вы можете думать, собираться, рассуждать про это и так далее, находясь все в той же болоте, и как этот вот, я бы Дино, сейчас не смотрят таких мультиков. Так что главное внутренне просто понять для себя. Как только вы, как бы, собрался этот интеллектуальный объект, жахнуло в голове эта ясность. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Вы должны понимать, что любое новое вызовет у вас беспокойство, потому что нет автоматического способа действий. Это вот как, понимаете, вот пример я приведу. Вот я плаваю нормально. А мне говорят, а давай плавай с ластами. Я думаю, интересно. Но я не умею плавать. Я иду туда с этими ластами, а у меня коленки больные. Это ласты все. И я думаю, господи, кто мне даст ласты, убьют всех. Это что такое? Это отсутствие навыка. Если бы у меня соответствующий автоматизм существовал, то нормально, да? Но что, я не могу начать плавать с ластами? Да я так могу начать плавать, что страшное дело всем, как я просто без ласт жить не смогу, понимаете? Но это надо навык сформировать. Есть принцип, он называется информационная доминанта. Это связано с чем угодно. Хотите похудеть? Есть куча. Я всем рекомендую смотреть видео по липосакции. Посмотрите, сколько лишнего жира в людях. И сразу вам легче станет худеть. Хотите начать ходить в спортзал, смотрите за блогерами, которые рассказывают про занятия, которые показывают, какие есть возможности, и так далее, и так далее. То есть это не решает проблему, но если вам нужно сдвинуться в каком-нибудь направлении, то увеличение информационного поля вокруг соответствующей тематики увеличит и вашу мотивацию на это делать. И так далее. Спасибо. Спасибо.